Да, с такого ракурса, друг мой, ты вообще похож на космолёт. Здравствуйте! Ну что же, все мотоциклисты, спортбайкеры, стендрайдеры, чопероводы и все, кто к ним себя причисляет, могут посыпать себе голову пеплом и рвать волосы на всех местах, где только можно. Знакомьтесь, ДН-01, первый серийный мотоцикл с автоматической коробкой передач. Но хорошо это или плохо автоматическая коробка передач на мотоцикле, я обязательно расскажу. Давайте сначала посмотрим на дизайн. Обратите внимание, конечно, новинка немножечко отличается от концепта, который был показан нескольких лет назад, но при этом, ну это же настоящий обращик будущего. Практически космолёт. Одна вот эта вот линия только чего стоит. Просто потрясающе. Выглядит гораздо эксклюзивнее, чем многие серийные мотоциклы, даже итальянские. Мотоцикл или скутер Хонда ДН-01 многие спорят до сих пор. Судите сами, двухцилиндровый двигатель, такой бывает и у Макси скутеров. Автоматическая коробка передач, у Максиков опять же вариатор. Принцип всё тот же. Давайте разберёмся всё-таки, мотоцикл это или скутер. Итак, будем искать то, что, в общем-то, напомнит нам о мотоцикле. Задний маятник, консоль. Не доказательство, такое бывает и у скутера. А вот рама стальная, к сожалению, да, хотелось бы алюминиевую, но это сталь. В общем-то, присущая именно мотоциклам. Двигатель, который заимствован у Хонды Трансальп, в общем-то, тоже мотоцикл. А вот с коробкой передач, собственно, наверное, не всё так просто. Автоматическая коробка передач, это скорее и не мотоцикл, и не скутер. Потому что скутер мы привыкли видеть с вариатором, а мотоцикл мы привыкли видеть с механикой. И это было десятилетиями. А здесь даже не совсем понятно, где это находится, автоматическая коробка передач, потому что за пластмассовыми кожухами, в общем-то, и не углядеть. Скорее, наверное, этот аппарат, автоматическая коробка передач приближает, наверное, к автомобилям. Есть еще один девайс, который тоже приближает эту единицу техник к автомобилям. Это ручник. Новая коробка передач носит название Human Friendly Transmission. Алгоритм работы несколько отличается от привычного гидротрансформатора. Инженера уместили в этом агрегате не только масляный насос, но и небольшой двигатель, преобразующий энергию. В итоге получилось компактно и функционально. Не забыть бы отпустить ручник, чтобы не опростовалось цена старте. Но ручник это не главное. Самое главное это автоматическая коробка передач. А ведь если при движении на автомобилях очень часто бывает так, что при переключении передач, при смене передач происходит некий рывок. На мотоцикле это просто недопустимо. Представляете, в повороте с набором скорости у вас происходит переключение передачи, заднее колесо срывает поступившим на него избыточным моментом, и вы тут же отправляетесь в гравий. Хорошо, если в гравий. Поэтому самое главное проверить, насколько адекватно автоматическая коробка передач приспособлена к этому мотоциклу. В-образная двойка объемом 680 кубических сантиметров заимствована у модели Transalp. Безусловно, двигатель немного переработан. Максимальная мощность силового агрегата составляет 61 лошадиную силу при 7500 оборотах в минуту. Максимальный показатель крутящего момента в 64 ньютон-метра достигается при 6000 оборотах в минуту. Объем топливного бака составляет 17 литров, включая трехлитровый резерв. Снаряженный вес мотоцикла 270 килограмм. Вот, потянулся, чтобы цапнуть лапку сцепления и нажать на передачу. Но, как видите, ни рычага, ни коробки передач в привычном виде, то есть лапки здесь нет. Придется привыкать. Для того, чтобы тронуться, нужно нажать на кнопочку «Драйв». Прикольно было бы, если бы здесь был такой селектор, как в американских автомобилях. Но японцы ограничились кнопочкой. Ну что же, ни пуха, ни пера. К черту, к черту, к черту. Первый выезд на мотоцикле с автоматической коробкой передач. Позор на мои спортбайкерские середины. Конечно же, я забыл снять его с ручника. Несмотря на то, что компания «Хонда» позиционирует ДН-01 как туристический мотоцикл, по крайней мере, об этом говорится на официальном российском сайте компании, к туристам я его относить не стану. И дело не в том, что очень хочется не согласиться. Во-первых, этот аппарат с автоматической коробкой передач скорее ближе к обычным мотоциклам, своего рода многофункциональный двухколесник. Но при этом ни Naked, ни Chopper, ни Enduro. Внешность, знаете ли, не подходящая для этих классов. Во-вторых, ну что это за турист без серьезной ветрозащиты, отсутствия кофров и прочих приятных аксессуаров. Выходит, ДН-01 нельзя приписать ни к одному из ныне существующих общепринятых классов мотоциклов. С другой стороны, так даже лучше. Эксклюзив! Но что же это за зверь такой? Скорее всего, байк в первую очередь городской. Как ни крути, а автоматическая коробка передач удобнее всего при эксплуатации мотоцикла в городе. Банально не нужно тратить время и силы на переключение передачи. Да и ошибиться с выбором невозможно. Автоматика все решит самостоятельно. Но это теория. Переходим к практике. Спешу поделиться впечатлениями от управления этим экзотическим аппаратом в городских джунглях. Первое, что вызывало опасения, и об этом я говорил, работа автоматической коробки. Я не был уверен, что инженерам удастся добиться плавной смены передач. Но я ошибался. Переключение происходит мягко и незаметно. Даже если разгоняться, открутив ручку газа в край. Мотоцикл в таких условиях приседает на заднее колесо и уверенно держит разгон. Ни рывков, ни вздрагиваний. Никаких проблем не возникает и при сбросе газа. Байк довольно уверенно тормозит двигателем без рывков и вздрагиваний. По ощущениям, хондовская Human Friendly Transmission работает как хороший вариатор. Действительно дружелюбный агрегат. Но, как всегда, находится небольшая ложечка дегтя. Дело в том, что когда мотоцикл стоит на месте, трансмиссия отключается от двигателя. Тандем начинает работать при старте, когда двигатель наберет чуть больше 1100 оборотов в минуту. Вроде бы все логично. Стоишь на месте, байк не нужно удерживать тормозами, как автомобиль с автоматом. Минус в том, что когда ты подъезжаешь к перекрестку, ты тормозишь, нажимая на рычаг с определенной интенсивностью, ощущая и торможение двигателем. Но когда обороты двигателя падают ниже 1100 оборотов, силовой агрегат размыкается из трансмиссии, и мотоцикл катится как будто на нейтрале. В этот момент, чтобы сохранить прогнозируемую скорость замедления, приходится дожимать рычаг тормоза. Ощущение так себе, особенно если перед вами на светофоре стоит автомобиль. Сначала мне показалось, что у тестового мотоцикла проблемы с тормозами, и лишь потом я понял, что к чему. Привычка дотормаживать выработалась через час поездок по городу. Короткое промежуточное резюме касательно трансмиссии. Бояться нечего. Работает она на твердую пятерку. Причем в режиме драйв можно смело накручивать ручку газа даже в дождь. Чувствуется некоторая задемпфированность работы, словно не весь крутящий момент передается ведущему к лесу. Ситуацию меняет режим спорт. Одно нажатие кнопки на клепоне словно пристегивает с десяток лошадок к хондовскому космолету. Что же касается динамики аппарата в целом, ее нельзя назвать взрывоопасной. Иное и не предполагалось. 61 лошадиная сила и 64 ньютон-метра, снятые с 680 кубов, показатель далеко не удающийся. Зато не нужно крутить мотор в звон. Техника начинает уверенно ехать уже с 3000 оборотов в минуту. Для городской езды то, что нужно. Но не только по городам ездят мотоциклисты. Прохваты по загородным дорогам подтвердили мое предположение о неважной ветрозащите. На скоростях за 120 с мотоцикла начинает плавно сдувать. Так что если ехать с комфортом на большие расстояния, лучше держать себя в рамках правил. Дешевле, не нужно платить штрафы, да и на бензине получится сэкономить. И спокойнее, руки и шеи не болят после часа езды. Переходим к не менее важному, чем динамические характеристики раздела, то есть комфорту пребывания за рулем. Посадка на Хонда ДН-01, как вы уже успели заметить, чоперная. То есть сидим низко, ноги вперед, спина прямая. Удобно ли это? В целом, да. В городе и на светофорах не будет проблем у водителей с ростом метр пятьдесят. До асфальта дотянуться можно двумя ногами. Комфортно ли ехать? За те несколько часов, что я провел за рулем этого байка в день съемок, усталости не наблюдалось. Другое дело, нравится или не нравится ездить на мотоцикле с такой посадкой. Это, как говорится, дело вкуса. Словами этих ощущений не передать, и каждый решает сам для себя. Под занавес самое интересное — управляемость. Если посмотреть на некоторые технические характеристики, например, на показатель снаряженной массы в 270 килограмм и длину базы в 1605 миллиметров, можно предположить, что в пробках между машин или на малой скорости управлять ДН-01 будет сложно. Особенно представительницам слабого пола. Но здесь инженерам Хонда удалось совершить подвиг. Каким-то магическим образом мотоцикл не воспринимается тяжелым, а база длинной. На малых, средних и высоких скоростях аппарат адекватно реагирует на руление и контрруление. Скажем, объезд внезапного препятствия происходит предсказуемо и неожиданно бодро. Более того, уверен, что если бы сзади стоял не 190-й, широкий баллон, который, безусловно, смотрится круто, а 180-й рулилась бы эта Хонда еще оперативнее. Появление 190-го заднего катка на этом мотоцикле я могу объяснить лишь заботой дизайнеров о внешности. Так как часть покрышки банально не работает, мотоцикл невозможно заложить на столь большой угол, мешает подножке. К слову, типоразмер переднего колеса 130 на 70 тоже вызывает недоумение. Почему инженеры не выбрали классические размеры, мне непонятно. Уверен, что на покрышках 120 на 80 спереди и 180 на 55 сзади аппарат управлялся бы интереснее и чуть-чуть бы реагировал на команды водителя. А что с подвеской, спросите вы? А я отвечу, что именно подвески у этого мотоцикла можно назвать туистическими, в хорошем смысле этого слова. Вилка на ура проглатывает все неровности и выщербленности российского освещения. Даже пролет надлежащим полицейским остается почти незамеченным. За такой комфорт приходится расплачиваться избыточными коллегками при торможениях. Задняя подвеска чуть собраннее, но комфорта это не отнимает. По-хорошему, для каждодневной эксплуатации на дорогах общего пользования подвески настроены неплохо. Нет, конечно, есть любители отбивать зад на каждом стыке асфальта и еженедельно посещать мануального тропевта с жалобами насыпавшихся в трусы позвоночник ради отточины управляемости и ощущения причастности к мотоспорту. Но племя таких мазохистов невелико, и на ДН-01 они не обратят никакого внимания. Тех же, кому Хонда адресовала ДН, все устроит. Так что же у нас получилось в итоге? Перед нами довольно сбалансированный мотоцикл, ориентированный на широкий круг мотоциклистов. Позволю себе высказаться именно так. Аппарат подойдет и новичку, и опытному водителю. К тому же это откровенный унисекс. Стильно, в меру удобно и, наверное, модно. А модно потому, что не массово. Сомневаюсь в том, что мотоцикл с автоматом вытестит мотоцикл с механикой. Этого не произойдет никогда. Автомобильные трансмиссии соревнуются десятки лет, а механика по-прежнему в фаворе. В итоге будущий владелец Хонда ДН-01 получит много внимания со стороны окружающих. Удобный аппарат на каждый день и дружелюбную автоматическую коробку передач. Остается только пережить не самые удачные кризисные времена и ради любопытства через пару лет заглянуть в статистику продаж. Она-то и расскажет нам сухими цифрами, сколько найдется прогрессивных мотоциклистов с неординарным подходом при выборе двухколесного коня. Да, хочется отметить, что, безусловно, ДН-01 заслуживает внимания. Согласитесь, ну, кому раньше можно было сказать? Парни, у меня мотоцикл с автоматом. Просто бы смеялись бы, наверное, над вами. Или думали, что вы выдаете свой 50-кубовый скутер за мотоцикл. А теперь это правда. Теперь существует мотоцикл с автоматом. И самое, что прекрасное в этом мотоцикле с автоматом, даже не то, что, наверное, прекрасное, а удивительное, то, что инженерам удалось все-таки выполнить свою задачу, сделать так, чтобы коробка не дергала. По ощущениям, как будто ты едешь на большом скутере с очень хорошим вариатором. Безусловно, можно попользоваться и ручным переключением передач. Вот здесь на руле есть кнопочки. Нажимаете и шесть передач, таких фиксированных в этом автомате, автоматической коробке, щелкаете. И поигрался. Но, по-моему, штука абсолютно ненужная. Ставим спортивный режим и все время держим нормальный темп. Единственное, ну, это цена. Расплачиваешь ZDN-01, можно ту же сумму переложить в другую ячейку и забрать литровый спортбайк с собой из мотосалона. Но я уверен, что вот эта птичка будущего очень многим понравится, потому что есть, есть у этого мотоцикла свой шарм и свои плюсы. Продолжение следует...